Здравия всем, люди добрые, аз есмь, святозар, аз есмь, божественное, сияющее, вечное, творящее существо, пришедшее в мир Матушки Земли. Пою добрая светлая песня, живу по ладу, по праве и по совести, путешествую по Матушке Земле. Живу в своем родовом поместье, сажаю свою родовую рощу, привожу в мир Матери Земли добрые, славные образы. Живу в своем прекрасном доме со своей любимой женой, своими любимыми детьми, продолжаю свой род, славлю предков. Вокруг меня чистота и красота, цветут добрые, славные сады, леса прекрасные вздымаются, реки чистые, родники наполняются водой кристально чистой. Вокруг меня добрые, славные, счастливые люди, живущие в здравии, в любви, в благости, в благословении рода Всевышнего и Матушки Земли. Матушка Земля сияет красотой, исцеленная, благословленная любовью своих детей. Да будет так, по слову моему, да будет так, и вот так и есть. Можно вам рассказать. Ура. Всем здравия. Я вижу, как я собираю черешню в своем саду. Сад очень большой. Кругом спеют персики, груши, яблоки, гликосы. В саду из сада пруд, на котором плавают утки. По веткам снули белки. Отдаленно слышны голоса детей, которые купаются в озере. Там же где-то на лугу муж катает на лошади детей, накупавшихся. То есть часть детей купается, а часть катается. Да. Накупавшихся. Потом соседские, очень много детворных. Купают. А соседских не было изначально. Так. Потом ты спишь. Вы вдвоем будете рассказывать, что количество детей совпадало. Так как мы живем в поселении, озеро общее. Там много купается детей. В саду огромная беседка. Мы собираемся с друзьями вечерами. На душе такое спокойствие, чувство бесконечности, реализованности, радости, гармонии. Чувство, что все есть для жизни. Бесконечная благодарность Богу за все это. Ура! Ура! А здесь Коля Падей. Я сижу на мансарне, снимаю свое любимое дело. Монтирую очередной клип Светозарова. Тут я услышал какой-то смех, посмотрел на балконы мансарды. Светозар в черешне есть уже в саду. Да, смотрю там Светозар есть черешня. У меня неналеко ест черешню Женя. И смотрит на детей. Часть из них там купается, а часть катается на лошади. Я поднял взор чуть выше, увидел там общая территория. Смотрю, там дом творчества огромный. Вокруг него прям жизнь кипит. Приезжают там гости из города. Проходят какие-то мастер-классы. Светозар бросил черешню, спешит на мастер-классы. На лошади катаются. Творчество. Смотрю там, дети решают, где они посадят. Ямы обсуждают. Я чувствую в душе благодать. Думаю. Слава Розу. Закон о родовых поместьях принят. Наконец-то вся Россия покрылась родовыми поместьями. Святощими садами. Люди все богатые. Власть у нас сейчас там вся своя. Родная партия. И там родной партии дедушки волховы. Да, дедушки волховы. И туда во власть идут в основном девчонки. Ну и несколько дедушек волхов. Потому что мужики заняты своими родовыми поместьями. Народов власти. Законы принимаются на общем интернет-вече. Собираются на интернет-вече и голосуют и принимают общенародные законы. Никаких там. А депутаты, они просто выступают, предлагают какие-то предложения. А эти предложения принимаются на общероссийском вече. Вот. Ну и в основном там девочки выступают, рассказывают, какие они там огурцы с насоленными. Ну и в основном все незамужние. Идут туда депутаты, чтобы быстрее замужвить. В общем, в России наконец-то порядок. К нам едут все за границей. Стоят по 9 лет в очереди, чтобы в России попасть, подышать благостным воздухом России. Посмотреть на прекрасные родовые поместья, на здоровых людей, счастливых детей. На прекрасных богинь, которые собирают черешни. Которые скачут на лошадях вдоль дорог. По которым едут бесшумные экологические автобусы на солнечном батареи. И восторженные туристы смотрят и любуются прекрасной Руси. Ура! Ура! Вот это да, вот это да. Все настолько хорошо, что плохо быть просто не может. Представляете, друзья, когда наши мечты воплотятся, нам же придется в гости еще друг другу ездить. Есть черешню, париться во всех банях. Мы пока друг к другу в гости переходим, уже тут это пройдет сколько лет. А надо рядом селиться. Хорошо. В одном поместье. Ой, в одном поселении. Мы все друзья и так в одном поселении, которое называется Матушка Земля. В одном большом экологическом поселении. Прибраться только к нам. Вот да, нам нужно, друзья, с вами... Наше общее дело, это прибраться. В первую очередь в своих мыслях. К каждому в своем домике. В своих мыслях, в своем сознании. Прибраться, выбрать все лишнее. Зовут меня Велена. Живу я в родовом поместье. Со своим любимым мужчиной. Вокруг меня очень и очень много деток. Черебекает разного возраста. Это все наши детки. У нас на поместье большой сад. Яблони, вишни, жимолость. Все цветет. Сливы. Большой сад. Все цветущее. Весна, май. Пахнет. Очень приятно. Три озера. В одном озере растут лекарственные растения. Аир, сабельник, лотосы. В другом озере мы купаемся. А третье озеро у нас маленькое, возле баньки, чтобы нырять. Банька такая, небольшая, из самана, глиняная, в виде птицы. Дом у нас тут же саманный, но большой. Наполовину углубленный в землю. Погреб есть. Огородик. Все кладоносит. Мы счастливы. Детки занимаются, чем хотят. А я занимаюсь исцелением людей, которые ко мне приезжают. Муж занимается творчеством, любит вырезать по дереву, творить прекрасные образы теми способами, которыми ему нравится. Познаем ежедневно что-то новое от тех людей, которые к нам приезжают, или к которым мы приезжаем в гости. Вокруг нас много счастливых семей, которые живут в своих родовых поместьях. Мы все дружим, ходим друг к другу в гости, проводим общие праздники. Мы все счастливы и все рады тому, что происходит в наших жизнях и в моей, в частности. Ура! 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 Запускаем. Здравствуйте всем. Я просто хотел спросить. Ты про баню вкусно рассказала. Продолжаю. Вы, кстати, все видели баню? Саланкула? Да. Шатиться с чего? Сколько птиц? У вас кто-то прослушал. Я можно в баню сказать? Мы же пригласили. Друзья, смотрите, что еще. Нам нужно научиться с вами. Не просто где-то в своем мире жить, а научиться понимать, что рядом с нами живут боги-творцы. И мы сейчас что делаем? Помимо того, что мы рисуем свою действительность, творим, мы помогаем нашим сотворцам, нашим сородичам, нашим славным богам творить ту действительность, которую они творят. Часто бывает, знаете, что происходит? Говорят, даже не рассказывая о своей мечте. Не рассказывая тому, кто из этой мечты будет пазлы и кирпичики вынимать. У меня есть друг очень хороший, он тоже интересный деятельный человек, и он поделился однажды своей мечтой, своим очередным проектом со мной. И мне так понравился, я так вожедушевился прямо, он говорит, да, пусть благословится. И он у него, смотрю, глаза загорелись, такой, говорит, святозавр, говорит, первый раз я рассказал и почувствовал, что моя мечта, я приблизился к своей мечте. Я говорю, Толя, ты рассказывал мне тем. Рассказывайте тем людям, которые будут родить за вашу мечту. Поэтому, что я сейчас от нас хочу от всех? Чтобы мы научились радоваться не только за себя, за свою жизнь, а за друга, за брата, за сестру, за нашего ребенка. Это наша практика, это и есть наше величайшее родение, наша благодарность. Когда мы, велением своего сердца, помогаем творить действительность другому. Порадуйтесь, порадуйтесь тому счастью, той мечте, которая проявляется через Бога, Сотворца вашего родича. Добро. Вот наша практика сейчас. Ура. Поздравляю всем, люди добрые. Азамьези Малерий. Рисуется мне сейчас такая картина летом. Лето, рубленый дом. Недалеке начинается тайга. Недалеко также берег моря. Море плечется. Жарко. Так, умеренно ласковая теплота, ветерочек. Одновременно перемешаны запахи и моря, и леса, цветущих цветов. Запах леса. Около дома разбить сад. Чуть дальше сада посажены деревья. Как бы плавно перетекает жена рядышком. Дымится летняя кухня, труба на летней кухне. Что-то такое вкусное готовится. Одновременно время переходит в зиму. Большие сугробы снега. Стоит большая баня, ждет нас. Уже натопленная такая. Идем к баню. Из баня прямиком в сугроб. Заверяем к баню опять. Наслаждаемся жизнью. Работать не надо, никуда не торопимся. Живем и радуемся. Принимаем друзей, гостей, родственники приезжают. Всем хватает места. Все рады и счастливы. Упиваемся чувством единения. Да, стало так. Быть добру. Ура! Ура! Чувствую сегодня быть путешествием по баню. Баня сакраю на место. Друзья, на самом деле, конечно, наша задача сейчас отпустить свои мысли и чувства для высшего творения и проявления. Войти душою мыслями туда. Для чего? Чтобы потом действиями проявить те мысли и чувства, которые мы позволили творить. Все начинается, мы знаем, с образа. Образ притягивает силу, чувство. А чувство побуждает нас творить. Поэтому нам нужно вот эту механику, да, вот эту метафизику позволить, чтобы она происходила с нами. Хорошо? Я живем в большом красивом доме. Этот дом пахнет любовью, пахнет теплом, добром, он пропитан этим. У нас большая семья. Мы очень любим друг друга. Всегда обнимаем и ладим друг друга. В этом состоянии я словно жар птица раскрываю себе перья, радуюсь, любуюсь и наполняюсь. Когда дети подрастают, мы с семьей имеем возможность ездить по разным городам и странам. Мы звучим, поем, играем, исцеляющие песни. Песни, которые исцеляют в первую очередь нас самих, всех людей вокруг пространства. Песни, наполняющие добрыми, светлыми образами. И, конечно же, песни, которые возвращают людей в душе и напоминают о том, зачем они сюда пришли, куда он уйдет, что он должен сделать. Это получается делать налегке, в радости, в свободе. После каждого концерта мы радуемся, обнимаемся, целуемся, совместимы, помилуемся. И затем возвращаемся в свой дом любви, в котором всегда тепло и улыбка. В доме всегда звучит музыка. Все детишки поют. Супруг всегда поет, а читает и играет. Мне на аккордеоне песни, а я проливаю. В этом доме создается атмосфера любви. И мы дарим ее всему миру, кому не хватает. Ура! 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 Я нахожусь в своем родовом поместье. И мы отмечаем большой праздник. День семьи. В этот день к нам в родовое поместье приехали все наши родственники, все наши родные, все наши близкие. У нас очень большой дом. Большая семья. У нас трое деток уже подросших. Они тоже с радостью принимают, встречают всех гостей. Помогают им расположиться в нашем доме. Есть большая спальня, в которой очень люблю просыпаться, встречать солнышко, выходить на балкон. Или открывать занавески и встречать солнце. Просыпаться очень рано. Потом спускаться в свой сад, где растут плодовые деревья. Прогуливаться по этому саду. Босиком. Немножко гулять с утра по этой тропинке. Дышать ароматом цветов. Ягод, которые растут в нашем саде. Также на участке есть озеро. И с утра я люблю окунаться в это озеро. Омываться в этом озере. И затем идти заниматься своими делами. Готовить завтрак для всей семьи, для всех гостей. Собирать всех. У нас есть большая листинная. Большой стол круглый, за которым мы любим собираться. Завтракать, обедать, ужинать. А также играть в какие-то настольные игры. Обсуждать какие-то планы. Какие-то мероприятия. Просто разговаривать. Все наши душевные беседы, семейные, проходят за этим круглым столом. Также на участке есть большой лес, в котором можно гулять. Есть большие родовые деревья, которые хранят в себе много сил. Дерево, в котором можно приходить, когда есть какие-то сложности. Обнимать это дерево. Просто можно у него посидеть, подышать. Полюбитировать. На участке много-много цветов. Растет. Также есть баня. Большая. Также есть в нашем доме еще есть такое разделение. Есть женская часть и мужская часть. Мы любим по вечерам иногда собираться на женской части. Обсуждать какие-то свои моменты. заниматься рукоделием, обучать девочек, всем премудростям. И есть мужская часть, на которой собираются все мужчины нашего рода. Обсуждают какие-то свои моменты. И иногда мы встречаемся на нашей большой просторной лесене. Также мы любим путешествовать всей семьей. Выезжать куда-то. У нас каждый год мы выезжаем в какое-то новое место. А затем возвращаемся в наше родовое поместье. Живем в ладу, в радости, в любви, в гармонии. Место, где располагается наше родовое поместье, оно такое очень светлое, чистое. Кругом растут леса. Но рядом растет лес. А также текут горные речки, в которых очень чистая вода, которую можно пить прямо из речки. И вообще вся матушка-земля преобразилась и стала еще прекраснее, еще красивее. Ура! 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 Иногда нам нужно позволить сделать что-то внутри себя, в первую очередь, сотворить какую-то такую краску вкусную найти, которая нам именно разрешит неразрешенное, позволит непозволенное. Позволит непозволенное. проверить вас, проверить вас. А действительно ли вы этого хотите? и обновляет вам любить? Он обновляет действительно ли ты этого хочешь? Он нам устроит экзамен. Действительно ли ты хочешь, чтобы это мечта? И знайте, что у каждой мечты есть своё наполнение. Я специально не говорю слово «стоимость», потому что ничего мы не покупаем и не подаем. Это не стоимость. Это определённая плата, можно сказать. А вы чувствуете, плата и плоть – это рядышком. Что мы готовы проявить? На какое усилие души мы готовы для того, чтобы это проявилось, то есть обрело плоть, воплотилось в мире Яве? Здесь всегда творение души, но и труд души тоже. Путь к любой вершине – это труд. Это определённое действие. Как мы уже сегодня сказали, со смыслом. Бывает, знаете, вот мы часто ходим в походы и бывает, несёшь этот рюкзак, несёшь… Уже там третий день ты идёшь в эту гору и уже думаешь, всё, ну всё, уже сил нет и уже вот никогда… Но вы знаете, заходишь на эту вершину, ты понимаешь, что да, вот он. И вот в таких испытаниях жизненных, когда кажется, что ты не можешь, а душа говорит – давай, у тебя получится, ты сделаешь. У нас обретается новое качество. Поэтому давайте, друзья, трудиться каждый день, чтобы мы обрели новое качество. Обрели. И смогли преодолеть самое непреодолимое. И тогда мы всегда сможем себе сказать, что да, я сделал всё, что я могу. И тогда нам будет, друзья, несовестно смотреть дедушкам в наши глаза, когда мы снова придём в свадьбу предшествия. Мы скажем дедушке, как мог, вот как могла, прямо на полу. Потому что это, правда говоря, что один из… Конечно, самый, как мы вчера разобрали, что самый величайший грех человечества – это невежество. И ещё один из таких довольно сейчас ощутимых – это малодушие. Когда человек почему-то мог, но не сделал. По какой-то причине. Мог и не сделал. В биополе Земли матери всё записывается, как на большую такую киноплёночку. И нам потом эту киноплёночку предоставят по пришествию в мир сварги предшествия. Нам скажут – на тебе вот то кино, которое с тобой было. И вы будем, знаете, вот честно говоря, я вот буду некоторые моменты пересматривать вот так. Вот честно вам скажу. Особенно, как говорят, из прошлой жизни. Вот это да. Вот серьёзно. Вот хочется, чтоб вот этих… Вот я думаю, у меня в конце здесь синяк просто будет. Она такая, я буду следовать. Вот. Знаете, вот честно говоря, хочется, чтоб таких моментов было меньше. Жизнь. Чтоб всё-таки смотрел и говорил – О! Молодец! Так и надо. А на контрасте ещё больше молодец. Ну, на контрасте-то понятно. Ты же, на смысле, намекаешь, что так вроде как… Ну, так нормально, да? Да, так по волнам. Ну, хорошо, ладно. Здравия всем! Аз и Есима, Ксения. Вчера пришли интересные имена Радояра, Богомила. Буду к ним привыкать. Я ощущаю себя в пространстве природном, живом, искрящемся в своём поместье. Там есть всё для жизни. Я с любимым Виталием, с детьми. Чувствую себя очень свободно, легко, просторно. Рядом вокруг счастливые люди. Мы создали филиал школы Щетинина, филиал школы Рина Никитина и всех-всех славянских течений, направлений интересных, которые нам откликаются. У нас такой центр, в который приезжают и мастера, и люди обучаются, и проживают, и чувствуют на себе этот новый образ жизни. И несу дальше его в мир. Также по городам у нас есть наши друзья, которые мы ездим с концертами, с программами семинарскими, с продукцией своего поселения. Мы проводим замечательные ярмарки, фестивали, проводим хороводы. Также в нашем поселении мощные мастерские гончарные по дереву, по тканям. В общем, мы живем и в природе, и в традиции. Уже вышел закон о родовых поместьях, потому что созрела критическая масса людей, готовых менять свое сознание, образ жизни. И по всей России создаются такие поселения нового типа, дружат с горожанами, дружат со всеми религиями. Все религии подружили друг с другом, все страны, все народы выбрали, возможно, какой-то экологичный образ жизни, образ развития своих стран. Начали договариваться, разбирать все пушки, все оружие. И всем хорошо. И мне очень хорошо от того, что все пляшут, танцуют, живут как хотят, созидают на земле и выполняют свое божественное предназначение. Ура! 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 Виталий, вот как-то, может быть, ты скажешь. Хорошо. Соседник в консультации. Можно? Рыжайший. Ну, друзья, наши все меры, которые мы сейчас творим, они очень рядышком, очень рядышком. Поэтому наша задача сейчас, те состояния, которые мы рождаем силой своей мечты, своих мыслей, своих слов, их сюда привести в мир материи. Кто-то уже ближе к этому, кто-то дальше. Но наша задача позволить себе и разрешить, как говорят, ставьте себе большие мечты и цели, в них легче попасть, да? А можно я пару слов скажу? Когда Ксения начал рассказывать, я где-то отвлекся, а потом раз, ну, когда включился, когда она прошла, рассказывала, я реально поверю, что это уже есть. Так это уже есть, друзья. Все, что мы говорим, это так и есть. И наша задача довести это до проявления. Довести это до проявления. В этом суть игры, одна из суть игры. Проявить, не просто ставить на уровне мечты, потому что некоторые, знаете, это вот как рисунок захотел нарисовать, так, вот так, да, потом нарисуй. И все, и так вот где-то ушел. Эта песня захотел спеть и не спел. Мороженое захотел съесть и не съел. А оно так и осталось в мечтах, понимаете? А суть-то в том, чтобы сюда привести. Да еще и мало того, что привести, а еще и в чувстве радости остаться. Что нам запомнятся с этой земли, с этой жизни ощущения радости. Как говорят, все ненастоящее, все не очень хорошее, оно забудется. Останется благостное доброе мое. Всегда останется. Останется тепло друзей. Останется искры в глазах. Останется смех детей. Останется тогда, когда друг выручил тебя, когда он тебя за руку удержал. Останется первое под собой и так далее. Останется самое-самое-самое лучшее, самое настоящее. Всегда остается самое настоящее. Все ненастоящее, оно забывается. Поэтому наша задача сюда в материи провести самое настоящее. В этом и есть суть этой материальной игры. При нашей божественной вечной сути. Сейчас вот наше здесь, одно из наших ограничений, это то, что наша всесильность и вся божественность, она ограничена где-то. Попробуй в ограниченном пространстве и с ограниченным временем быть божеством. Интересно. Получится? Конечно получится, если ты захочешь. Если ты себе позволишь и разрешишь. Азм есть Белеслав. Я есть Свет. Творца. Я источник любви и вдохновения. Любодар находит свою дорогу любовью и светом. Я мечтаю, что мои усилия помогут миллионам детей родиться на цвет. Естественно. Чтобы они рождались дома, среди любящих семей. Чтобы отец первым брал ребенка на руки, показывал солнышко, если это день. Говорил об этом всем планетам. Я мечтаю, что люди начнут просыпаться быстрее. Не только золотая долина, а весь Приморский край научатся жить осознанно, с любовью к природе, в первую очередь к воде. Как проявленному Творцу Божественному Духу воде. Чтобы люди своими деяниями не на словах, а на деле показывали, что они осознаны. Потому что вода, окружающая их, она чиста. Реки наполняются, леса возрождаются, пчелы живут. Люди сотворяют совместной кооперацией только прекрасную, чистую, полезную продукцию. Умеют жить, обогреваясь. Строить дома таким образом свой образ жизни, чтобы можно было обогреваться даже хворостом. Применяя современные технологии, уже из поселений. Что ископаемые лежат там, где им должно. Драгоценные камни земля предоставляет особым мудрым людям, как бесценный дар для влечения своих способностей. И чтобы пришло время, когда чаша кедровой смолы над головой посвященных людей, которые в переходный период смогут править миром. Ну, мы все правим миром, но я имею в виду, что все-таки пусть это будут чаши кедровой смолы, а не какие-то пастыри, гальные железячки. И пусть светом, которым наполнится земля от наших сердец, Погреются все планеты вокруг нас. Ура! 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 Виталий, она тут просто явилась я. Вообще! А я чуть не зарыдал. Ура! 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 Ура!